МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. Коротко о главном. Алмаз-Антей намерен расширять производство в Ульяновске. Заинтересовало руководство концерна, возможности наших индустриальных партов в части особой экономической зоны. Делегация Ульяновской области работает в Северной столице на Международном экономическом форуме. Региону уже удалось достигнуть ряд договоренностей с инвесторами. Миллион рублей ущерба, 10 подозреваемых. Подозреваемые в противоправной деятельности с числа сотрудников предприятия организовали на территории завода тайники, куда за день складывали запчасти и комплектующие. Подозреваемые в крупной краже с автомобильного завода задержаны, возбуждено уголовное дело. И волнительный день для выпускников. Если много читаешь и работаешь, то все решаем, особенно на русском. Сегодня школьники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. Сегодня в Ульяновске работает председатель правительства России Михаил Мишустин. Несколько часов назад его самолет приземлился в аэропорту Ульяновска-Восточный. Михаил Мишустин планирует обсудить вопросы здравоохранения и перспективы промышленной отрасли. Первым в рабочей повестке стал визит на авиационный завод. Тяжелые транспортные самолеты здесь собирают на новой поточной линии. Она в разы ускоряет и упрощает весь цикл производства машины. Точность стыковки агрегатов обеспечивает современная лазерная система. По новой технологии первый ИЛ-76МД-90 собрали на 30% быстрее всего за полгода. Михаилу Мишустину сообщили, что при необходимости завод может нарастить объемы серийного производства данной модели самолетов. Здесь же обсудили нехватку кадров в авиационной отрасли. Михаил Мишустин поручил ОАК заняться четырехлетней программой подготовки специалистов. Десятки стран и тысячи участников. Петербургский международный экономический форум вновь на своих площадках собирает лучших экспертов, озвучивает самые современные тренды и практики для устойчивого развития бизнеса. В числе делегатов и Ульяновская область. За несколько дней форума наш регион не только проведет деловые встречи, но и подпишет соглашения с инвесторами. Уже состоялись переговоры с концерном «Алмаз-Антэ», его дочернее предприятие «Ульяновский механический завод» и «Искра». Готовы расширить производство. Рассмотрена и возможность поставки в область коммунальной техники и медицинского оборудования. Заинтересовало руководство концерна, возможности наших индустриальных парков в честь особоэкономической зоны. В связи с этим буквально в течение ближайших недель состоится визит делегации данной корпорации на территории нашей региона. Это позволит развить микроэлектронику и отрасль машиностроения еще в большем объеме. Тема обсуждения с компанией «Сберлизинг» стала обеспечением больницы и поликлиник высокоточной техникой. Сегодня Ульяновская область участвует в переговорах и панельных сессиях с Министерствами строительства, науки, экономики и ЖКХ. Делегация готова озвучить ряд инициатив. И к другим темам. Украли автомобильные запчасти на миллион рублей. Полицейские задержали сразу 10 подозреваемых в крупной краже с градообразующего производства. Это сотрудники автозавода, работники частного охранного предприятия, жители Ульяновска, скупавшие похищенные. Всем им от 32 до 65 лет. Полицейские установили схему хищения комплектующих и автозапчастей. Подозреваемых задержали бойцы ОМОН. Подозреваемые в противоправной деятельности с числа сотрудников предприятия организовали на территории завода тайники, куда за день складывали запчасти и комплектующие. После чего подельники в сумках и пакетах выносили похищенные через различные посты охраны без фактического досмотра. Имущество сбывалось жителю областного центра по договорной цене. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемые свидетели дают показания. Арбитражный суд Павловского округа поставил точку в споре между ульяновскими антимонопольщиками и Т-плюс. Энергетики злоупотребляли правом на получение платы за тепловую энергию от жителей многоквартирных домов. Напомню, компания Т-плюс выставила собственникам дополнительный объем ресурс. Защищая их права, управляющие компании написали жалобу в Уфас. Антимонопольщики признали действия энергетиков незаконными. На них наложили штраф 5,6 миллионов рублей. Т-плюс обратилась в суд, но в первой инстанции дело выиграла Уфас. А вот уже в апелляции его пересмотрели. А еще указали на то, что у антимонопольщиков нет полномочий контролировать порядок определения объемов энергоресурсов. Конечно, наши специалисты говорили, конечно, это наши полномочия. В наш адрес пришли жалобы управляющих компанией двух. За ними стоят интересы тысяч горожан. В данном случае Т-плюс является однозначно монополистом на рынке тепловой энергии. Конечно, это наши полномочия. Тут и не нужно высшего образования. Спор переместился в кассационный суд, который встал на сторону Уфас, отправил дело на пересмотр. В ходе повторного разбирательства Фемида признала правоту антимонопольщиков, снизив штраф энергетикам вдвое. Попытка Т-плюс оспорить новое решение не увенчалась успехом. Такое решение является претендентом и очень важным для федеральных органов власти, в частности для антимонопольных органов власти, для всей России. Примечательное то, что штраф монополисты заплатили в январе этого года. Еще раньше они сделали перерасчет жителям в сторону уменьшения оплаты. Сегодня обволнительный день для всех выпускников. В Ульяновске одновременно со всей страной стартовал единый государственный экзамен по русскому языку. Напомню, в этом году это единственный обязательный предмет для всех учеников. Я готовился весь год, и поэтому я вообще не волнуюсь. На самом деле, если много читаешь и работаешь, то все решаем, особенно на русском. Первая проверка начинается уже на входе в пункты проведения ЕГЭ за час до самого экзамена. Всем школьникам измеряют температуру и обрабатывают руки. В учебных классах работают рециркуляторы, а места для учащихся располагаются на расстоянии полутора метров друг от друга. Для организаторов и наблюдателей обязательно маски и перчатки. Для выпускников такого требования нет. Самый крупный пункт проведения государственной аттестации в этом году разместился в городском лицее при УЛГТУ. Сегодня у нас чуть больше 200 выпускников будут задавать экзамен по русскому языку в 21 аудитории. Одна из которых аудитория специализированной рассадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. А вот завершится самый массовый экзамен только завтра. Из-за разделения потоков русский язык будет проходить два дня подряд. ЕГЭ по базовой математике, как и в прошлом году, решено не проводить. Продлится основная экзаменационная волна до 25 июля. Попробовать что-то новое и посвятить время себе, отдых, который так нужен мамам, особенных детей. На время отвлечься от повседневных забот им помог проект про нее. Идею Общероссийского народного фронта поддержали в различных регионах. Что придумали для ульяновских, мам расскажет Артем Петров. Примните меня, брат! Это сегодня. Они могут посмеяться и забыть о том грузе, который давит круглые сутки. На саббордой впервые встали мамы особенных детей. Проект Общероссийского народного фронта как раз для них и про них. В проекте про нее принимает участие 8 регионов. И все больше регионов хочет к нему подключиться. И это здорово, потому что мамы становятся сплоченными. Они обмениваются информацией, общаются и поддерживают друг друга. Уделить время себе эти мамы зачастую не могут в приоритете забота о ребенке. Проект про нее позволяет переключиться, получить заряд положительных эмоций, а также ярко использовать для здоровья, провести время. Нагрузка на воспитание особенного ребенка, у которого есть особые потребности, дополнительные занятия, физическая, какая-то другая реабилитация. Это все очень сложно, занимает большое количество времени. И важно действительно находить время на себя, отдыхать. Каждый день мы находимся в каком-то шаблоне. Мы в гонке, постоянно дела, постоянно нас не отпускают. И вот сегодня мне удалось просто поплыть, просто забыться обо всем, посмеяться. Ну и на самом деле прям очень хорошо отдохнули. А еще это комфортная атмосфера, где можно пообщаться. Вместо рутинных забот, непрерывного ухода и переживаний, вместо стен больницы и центров реабилитации – природа, вода и здоровый отдых. Вот эти вот сплывы на сабордингах, они у нас будут постоянные, единственное, что они сезонные, да, и будут в том числе абсолютно другие проекты, другие мероприятия, которые мы будем для мам делать. Вот, проект будет безграничен, собственно, у него нет конца. Только в Ульяновской области свыше 500 мам особенных детей. Задача проекта ОНФ – дать женщинам дополнительные ресурсы, показать, что они еще сильнее, чем думают, и могут гораздо больше. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Мы возвращаемся к главной теме – визиту председателя правительства России в Ульяновской области. С нами на прямой связи мой коллега Артем Петров. Артем, добрый день. Каковы первые итоги рабочей поездки? Да, Ирина, приветствую. Но, действительно, Михаил Мишустин и Алексей Русских только что побеседовали в формате 1.1. Озвучены предварительные итоги визита премьер-министра в Ульяновскую область. В своем выступлении Алексей Русских сообщил Михаилу Мишустину о том, что остро стоит проблема с оползнями в регионе. Михаил Мишустин подчеркнул, что федеральный центр направит в регион специалистов для более детального изучения вопроса оползневых зон. Также в ходе визита были осмотрены два медицинских учреждения. Это областная детская клиническая больница и первая поликлиника имени Кирова. Что касается детской областной больницы, то достигнута договоренность о выделении 57 миллионов рублей на ремонт противошокового отделения ОДКБ. Также федеральный центр выделит около 100 миллионов на закупку нового оборудования. Также во время двусторонки речь зашла о возведении транспортной, новой транспортной развязки на президентском мосту. Михаил Мишустин подчеркнул, что транспортный вопрос очень важен. Он актуален и также будет контролироваться федеральным центром. В целом же сегодня премьер-министр посетил несколько точек. Начал с «Авиастара». Все подробности мы сегодня расскажем обязательно в 21.05 в эфире телеканала «Россия». На эту минуту у меня вся информация. Ирина, коллеги, с вам слово. Спасибо. На связи со студией был мой коллега Артем Петров. И к другим новостям. Создать на базе неиспользованных территорий объектов креативные кластеры. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин перед главами регионов. В Ульяновске новые зоны появятся сразу на двух крупных площадках города. Регион вошел в десятку финалистов лаборатории «Рурбан Креатив Лэб». Участниками федеральной программы по преобразованию территорий в креативные кластеры стали 80 регионов страны. Проекты от Ульяновской области получили высокую оценку экспертов конкурсного отбора. По нашей оценке в 2019 году доля креативных индустрий в Ульяновской области составляла порядка трех с лишним процентов. Это достаточно сильный показатель на фоне других регионов, не считая Санкт-Петербурга и Москвы. Вдохнуть новую жизнь предлагают в бывший ночной клуб «Пятое солнце». По задумке авторов проекта, помимо концертной площадки, здесь появится так называемый каворкинг – зона для совместной работы. Посетить центр можно будет в любое время дня и ночи. Чтобы с утра туда можно было прийти на завтрак, ночью остаться для тех, кто любит ночью поработать. А среди молодых ребят таких очень много, чтобы студенты могли там задержаться, чтобы писать курсовые работы и готовить дипломные. Креативный кластер также планируют создать на базе завода «Контактор». Третий корпус предприятия, а это почти 10 тысяч квадратных метров, станет площадкой для десятков резидентов. Современная зона для досуга появится и в Новоспасском. Здесь креативное молодежное пространство расположится на базе торгового склада. Нерешенным на данный момент остается финансовый вопрос. Алексей Русских поручил профильным специалистам провести работу с потенциальными резидентами и поставил задачу сделать креативные кластеры региона самоокупаемыми. Ирина Шмыгова и Антон Дурнов. Вести Ульяновская. В Ульяновской области добавят внимание детям. Эту цель ставят перед собой новые организации. Региональное отделение Фонда защиты детей зарегистрировали недавно, но оно уже отметилось добрыми делами. В областном театре «Кукол» для юных зрителей прошел благотворительный спектакль «Бременские музыканты». А зал культурного учреждения уже в первый день каникул не испытал дефицита внимания от детских лиц. Мне его подарили. Это не как, городу «Время». Жил на свете, мельник. Бежать, 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 бежать. Куда? Во все, у него не как у людей. В ходе акции детям родителям зачитали поздравления от президента России с началом каникул. Всем юным зрителям подготовили презенты. Это книги о космонавтике и детских героях прошлого века. Чтобы поздравить наших деток, которые воспитывают семьи, у которых трудная жизненная ситуация, детей, сироты, деток из многодетных семей, мы для них организовали такие культурные походы в кукольные театры, в кинотеатры. И около 500 человек у нас смогли посетить мероприятия, после которых они получат приятные подарки. Фонд защиты детей планирует новые акции для юных жителей области. Эти прежде всего окажут поддержку талантливым и одаренным детям, а еще помогут тяжело больным ребятам. Обратят также внимание и на духовно-культурное развитие ульяновской молодежи. От экстремальных испытаний до интеллектуальных конкурсов. В Саратовской области прошло первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Туриада, как называют состязания, сами организаторы и участники собрала команды из всех регионов Приволжского федерального округа. Для участников приготовили насыщенную программу. В течение пяти дней поклонники активного отдыха штурмовали водные преграды, преодолевали полусупрепятствия, решали теоретические задачки. Ребята готовились, многие ночами студировали эти вопросы, познавая свою родину, потому что тем самым они себя обогащают с точки зрения своих энциклопедических знаний. И в то же время могут здесь поконкурировать со своими коллегами, чтобы показать, кто немножко получше знает, кто эрудирований. И поэтому это создает некую атмосферу радости и в то же время соревнований. К слову каждому из регионов, организаторы постарались уделить внимание поровну. При этом вопросы об истории, достопримечательностях и туризме были непростыми. И для самих представителей той или иной области. Перед вами необычное сооружение, установленное в Ульяновске. По задумке автора, это устройство должно было совершать некие действия. Однако расположение монумента было выбрано неудачно, ввиду почти полного отсутствия икса. Догадавшись, что должна была делать эта установка, ответьте, какое слово мы заменили на «Х». Кроме конкурсных заданий, судьи оценили активность команд в сфере туризма в течение года. Так, 12-дневный поход в предгорьях Центрального Кавказа принес ульяновским туристам серебро. А команда наших юниоров заняла третье место за лыжный подход по Кузоватовскому району. В Музее современного изобразительного искусства открылась выставка «Галантный век». Это первое представление в ульяновске творчество известного российского художника Виталия Ермолаева, доцента Всероссийского института кинематографии имени Герасимова. Работы мастера увидел Павел Игнатьев. Куртуазный 18-й век, праздный карнавальный изысканный. Костюмы поражают вычурностью, а интерьеры – блеском. Сложно представить, но создавались эти картины в 21-м столетии. Виталий Ермолаев – основоположник галантного направления в живописи. Представляет историю в новом свете. То, что он показывает, это такой немножко ироничный взгляд на нашу историю. Но без этого, конечно, нельзя, потому что мы должны ее чтить. Ну и в таком русле дает нам возможность представить ее в таком необычном ракурсе. Параллельно с этой выставкой в музее открылась экспозиция графики знаменитых художников, основателей ретроспективизма. Бенуа Багст-Серов – работы мастеров с мировым именем буквально через стенку. Эта часть выставки состоит из собрания Ульяновского областного художественного музея. Здесь представлены работы мастеров творческого объединения «Мир искусства». Поиск идеалов в искусстве эпохи Петра Великого. Рококо, барокко середины и второй половины 18 века. Здесь не только живопись. Гостям представляют произведения декоративно-прикладного искусства немецких и французских мастеров. Мы показываем фарфор из собрания нашего музея. То есть это действительно вот такой интересный очень, как нам кажется, проект и такой подарок для нашего города, который открывается в рамках 12-го кинофестиваля. В главной экспозиции 26 произведений кинохудожника Виталия Ермолаева. Фрейлина с Иснегирями, Зависть, Аллегра и даже Екатерина I в Царском селе. События века 18-го переосмыслены автором в 21-м столетии. Увидеть все работы и совершить путешествия во времени можно до 1-го августа. Павел Игнатьев, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Следующий выпуск программы Вести Ульяновск выйдет в эфир в 21 час 5 минут по местному времени на телеканале России. До скорой встречи. Увидимся и берегите себя. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс «Жизнь прекрасна». Снимите веселое видео о своем питомце и пришлите нам. Автор самого удачливого ролика станет героем наших программ. Подробности на официальном сайте gtrk.defisvolga.ru Партнеры конкурса «Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка», магазин фирменной продукции «Эппл» «Прибро» и сеть оптик «Симбирский взгляд». Сейчас в Ульяновске 20 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%. Ветер северо-восточный 12 метров в секунду. Ветер северо-восточный 12 метров в секунду.